Столик двигается в наружное расстояние, где-то сколько еще? Вот так, да? Стол подвинут один раз. Нет, сейчас стол один получил. Ну, чуть меньше сделаем. Вместо линейки у нас стол двигается примерно плюс-минус пару сантиметров. Все, процесс рубания начинается. Конечно. Вот. Желательно это дело сначала немножко смазать. Все. Все, оставляйте. Чуть подвинем, чтобы одинаковые были, да и все. Ну, чуть меньше сделаем. Рубилка сделана из старой рессоры. Режет от 6 до 8 миллиметров. Те рукавинки у меня. Так, теперь процесс гнутья. Наш станочек готов. Сейчас мы согнем. Вот перед этим Мишаня нарубил вам заготовочек. Сейчас я из них нагну гнуть. Значит... Ты ж маленькую померишь. Маленькая готова. Где масленочка? Вот она у меня. Вот. Изначально желательно немножечко смазать. Потому что катанка стачивает сам механизм. Немножко. Ну, как бы, если бьется на бок завода, то это не страшно. У нас тут, как всегда, бардак. Дерем, отступаем 3-4 сантиметра. Вставляем нашу машину. Вставляем 3-4 сантиметра. Загибаем до упора. Легким движением. Переворачиваем. И опять легким движением. Все это очень быстро. Очень легко. А главное, что все очень ровно и аккуратно. Ну, в данный момент Мишаня немножко... Получился ровный квадратик. Потрачено буквально несколько секунд. Вот. Сейчас я возьму поменьше хвостик. И получится все как надо. Машина делает практически любые размеры. Начиная от где-то... Сколько у нас тут просверлено? Начиная где-то от 6 и кончая тут 40 будет каркасы. Вот одинаковый каркасик. Все идеальной формы. Вот как один, так и второй. То есть очень быстро. А теперь я покажу. Можно делать не только квадраты, а и прямоугольнички. Вот это уже надрезано на нужный размер. Загибаем начало. Делаем длинную сторону. Вот длинная сторона. Теперь перекладываю на следующую меточку. Короткую сторону делаю. Опять длинную. И у короткой загибаю кончик. Вот. Прямоугольный каркасик. Любых размеров очень быстро. Ничего перестраивать практически не надо. Единственный механизм. Иногда надо смазывать, потому что катанка из ржавой, она его изнашивает. Вот. Болтики переставляются на нужный размер. Вот. Уровень загиба регулируется болтиком тут подстроечным. Его можно подстроить на нужный уровень. Да сколько нужно вам подтянуть или не дотянуть. Один раз настроил. И весь процесс только успевает гнуть. Вот. Очень быстро. На строительство нескольких домов этого механизма хватает с лихвой. Пока он износится. Ну. Как любой механизм, он любит, конечно, масло. Немножко смазали его. И работаем. Очень быстро. Потом, хоть сваркой, хоть проволокой связываешь. Все идеальной формы. Все аккуратненько. Вот. Сам механизм у нас в тисках. Вот так он выглядит. Обычный уголок. К нему еще приварена пара уголков. Вот регулировочное отверстие. На любой размер, какой вам надо, можете выставить. Вот я гнул одновременно две стороны разных. Длинную, короткую. Можно с одним болтиком, конечно, все одинаковое делать. Вот. Можно их все поставить, чтобы они стояли. И в данный момент, какой вам нужно гнуть. Ну. Чтобы не путаться, у нас всего две их. Вот. Все очень просто. Сделано в домашних условиях. Любому по силам. Вот. Немножко потратил времени, зато теперь все каркасы одинаковые. Все. Всем удачи. Ну-ка.